И это у меня несколько противоречивое отношение к этой теме. С одной стороны, она выглядит такой немножко очень специфической, потому что она касается только уравнений заданных на плоскости или, вернее, можно сказать, неавтономных уравнений напрямую, я бы так сказал даже. С другой стороны, у нас не так много есть более-менее универсальных способов решения дифференциальных уравнений. И уравнение в полных дифференциалах – это один из классов уравнений, которые, в принципе, решаются. Ну и давайте посмотрим, как все это работает. Значит, смотрите. Давайте я сделаю небольшое напоминание. Значит, во-первых, у нас бывают такие объекты, как дифференциальные формы. И мы на прошлой лекции их обсуждали, и на семинаре, я так думаю, что вы с ними повозились немножко. Значит, дифференциальные формы. Это такое отображение некоторой области в пространстве V со звездочкой, U. Здесь это некоторая область, допустим, Vrn. V – это просто какое-то n-мерное векторное пространство. И, соответственно, V со звездочкой – это ему сопряженное. На самом деле, в качестве V такой правильный способ думать про пространство V – вот такой. Давайте мы, значит, вот пусть у нас есть, допустим, здесь x1, x2. Рисую картинку для n, равную 2. Значит, вот у нас есть область, какая-то область U в этом пространстве. Средство пространства состоит из точек. Но теперь мы можем выбрать какую-то точку в этом пространстве и рассмотреть множество векторов, которые торчат из этой точки. Вот у меня есть точка P. И я рассматриваю множество всевозможных векторов, у которых начало находится в этой точке. Ну, вот как бы нас сначала на линейной алгебре или даже в школьном уроке геометрии учат, что вектор – это такая штука, которую можно переносить в пространстве параллельно самому себе. Он от этого не меняется. Но вот сейчас я хочу рассмотреть именно пространство векторов, которые приделаны к конкретной точке. И, соответственно, мое отображение будет работать так. Оно для каждой точки строит функционал. Этот функционал задан на пространстве, которое относится вот к конкретной этой точке. Мы считаем, что здесь у нас векторы, которые приложены к разным точкам, это как бы штуки, которые не имеют друг к другу никакого отношения. Вот. Ну, окей. Значит, бывают дифференциальные формы. И с дифференциальной формой можно связать уравнение. Омега равняется нулю. И это уравнение геометрически задает поле направлений. Значит, давайте я просто покажу какой-нибудь пример. Значит, пусть у нас есть форма омега, которая равняется, например, 2х dx, допустим, не знаю, минус 5y dy. Что-нибудь в таком роде. Да, что это означает? Это означает, что мы... Значит, у нас есть точечка x, y. Значит, это какая-то точка P с координатами x, y. И, соответственно, можно через эту точку провести прямую, наклон которой определяется условием, что она содержит те векторы, которые аннулируют вот эту форму. Ну, точнее, не всю эту форму, а именно тот самый к-вектор, который у нас задан вот в этой вот точке P. Ну, давайте я возьму какую-нибудь конкретную точку. Допустим, я взял точку, скажем, 2,2. В точке 2,2 у меня задан... В точке 2,2 моя омега превращается в 4 dx минус 10 dy. И векторы, которые удовлетворяют условию омега равняются нулю. Это векторы, у которых просто их компоненты... Значит, их компоненты связаны вот так вот. 10 vx... 4 vx минус 10 vy равняется нулю. То есть, допустим, я буду выражать vy через vx. Значит, это vy равняется 0,4 vx. То есть, это будет какая-то прямая, которая будет... Ну, вот так вот немножко. Как-то вот так она будет устроена. Вот всевозможные вот такие векторы образуют прямую, они лежат на этой прямой. И вот эта вот прямая и проведена через эту точку P. И точно так же мы можем сделать с любой другой точкой. У нас будут появляться прямые, которые проходят через произвольную точку. Через каждую точку свадь. Вот. Теперь... Таким образом, что мы получаем? Мы получаем объект, с которым мы уже, в принципе, знакомы. С самого начала, еще на первой лекции, когда мы обсуждали дифференциальное уравнение, мы говорили, что вот бывают такие штуки, как поля направления, поля прямых. Через каждую точку проводим прямую. Ну, и на самом деле, то, что мы обсуждали тогда на первой лекции, это частный случай того, что мы обсуждаем сейчас. Потому что если у нас есть дифференциальное уравнение какое-нибудь... Давайте рассмотрим дифференциальное уравнение. Например, dy по dx равняется, скажем, 2x разделить на 5y. Мы можем построить для этого уравнение поле направлений. Ну, и оно, на самом деле, будет выглядеть ровно точно так же, как поле направлений для вот этой дифференциальной формы. Потому что... Ну, вот что говорит вот это уравнение? Оно говорит, что наклон прямой в точке x, y задается вот таким вот образом. Но если теперь посмотреть на нашу форму и посмотреть на то, какие векторы удовлетворяют условия, что омега равняется нулю, то видно, что это ровно то же самое. Потому что... Ну, вот давайте я в общем случае напишу, какое у нас здесь будет уравнение. У нас будет вот такое уравнение. 2xvx минус 5yvy равняется нулю. И если я теперь захочу найти наклон этого вектора, то я должен просто поделить, значит, перенести, допустим, минус 5yvy в правую часть и поделить все на vx. Значит, получится, что... А потом умножить на 5y. Точнее, наоборот, разделить на 5y. Значит, получается вот такое вот соотношение в y на vx равняется 2x разделить на 5y. То есть ровно то же самое, что здесь написано. И, в принципе, можно было перейти от этого уравнения к вот этой вот форме, просто умножив все на dx и на 5y. То есть можно записать теперь такую вещь, что это 5y умножить на dy равняется 2x умножить на dx. И теперь перенести в левую часть что-нибудь или, наоборот, вправо. Ну, давайте я наоборот вот так сделаю. Значит, и вот наше уравнение с дифференциальной формой. То есть в некотором смысле вот это дифференциальное уравнение и вот это вот уравнение с дифференциальной формой – это примерно одно и то же. По крайней мере, если мы думаем про поле направления. Зачем все это нужно? Зачем нужно было городить весь этот огород? Ну, вот оказывается, что если мы думаем про дифференциальные формы, то у нас появляется некоторый естественный случай, когда вот такого типа уравнения имеет простое решение. Ну, что такое решение этого уравнения? Но, опять же, здесь можно вернуться к аналогии с дифференциальными уравнениями. Значит, когда мы говорили про дифференциальное уравнение, мы говорили, что оно задает поле направлений. Но при этом, если мы хотим решить это уравнение, то нам нужны не поле направления, а нам нужна функция y от x. Но графически эта функция соответствует тому, что у нас в расширенном фазовом пространстве, как раз где у нас жили все вот эти самые направления, у нас был вот такой какой-то объект. И если мы уравнение решили, то это означает, что мы нашли такую кривую, которая в каждой своей точке касается соответствующей кривой из поля направления. Соответственно, логично сказать, что мы решили вот такое уравнение, если мы сделали то же самое, если мы придумали какую-то кривую, которая живет в пространстве x, y, и которая в каждой точке касается этого поля направления. Ну, как бы раньше, когда мы говорили про дифференциальное уравнение, мы подразумевали, что вот эта кривая – это обязательно график функции y равняется какая-то функция от x, потому что именно это и есть решение дифференциального уравнения, тот объект, который он решает. Но сейчас, когда мы перешли в чуть более общую ситуацию, можно просто думать о том, что нас интересуют какие-то кривые, какие-то кривые на плоскости x, y. Итак, значит, если есть уравнение омега равняется нулю, его решение называется кривая в каждой точке, касающиеся соответствующей прямой из поля направлений. Заодно вот этим уравнением. Ну, давайте я приведу пример. Допустим, у меня есть вот такое уравнение. x dx плюс y dy равняется нулю. Давайте посмотрим, как выглядят соответствующие поля направлений. Кто может прям сходу сказать? Значит, как выглядит поле направлений, которое задается вот этим уравнением? Прямые под 45 градусов. Под 45 градусов к чему? Ну, как там y равно минус x и сдвигай любые. y равно минус x и любые сдвиги. Сейчас. То есть вы хотите сказать, что это всевозможные вот такие штуки? Нет. Если бы были бы всевозможные, например, горизонтальные сдвиги, то тогда бы у нас не было бы зависимости коэффициентов от x и y. Ну да, это неправда. Вот если бы было просто dx плюс dy равняется нулю, то это было бы ровно то, что вы сказали. Всевозможные вот такие прямые. А здесь у нас наклон все-таки будет зависеть от точки. Ну да, здесь любые прямые через начало координат. Вот такие штуки. Да. Ну, смотрите, если я проведу вот такую вот прямую, на ней живут вектора, которые вот так вот устроены, например. И если я подставлю вот такой вектор вот в это уравнение, ну вот, например, я возьму здесь точку 1.1. Значит, уравнение будет dx плюс dy равняется нулю. И здесь вот такой вот вектор явно не аннулирует соответствующий коэффициент. Потому что у вас будет вектор 1.1, и коэффициенты будут тоже 1.1. Значит, 0 не получится. Что-то гиперболическое такое. Кажется, она окружность должна описывать. Окружность, да. Ну, потому что, смотрите, какие векторы аннулируют вот эту штуку? Ну, самый простой способ эту штуку аннулировать, это задать такой вектор, у которого вот здесь вот будет стоять минус y, а вот здесь будет стоять x. Да, тогда автоматически получается все занулить. Но вектор минус y, x перпендикулярен вектору x, y. Поэтому это просто мы через каждую точку должны провести вектор, который перпендикулярен соответствующему радиусу вектору. Заметьте, что в отличие от истории с соответствующим дифференциальным уравнением, здесь я совершенно честно могу нарисовать вот эти вот вертикальные палочки, поскольку я не требую, чтобы у меня бы уравнения прямой задавались бы, как функция y равняется функции от x. Она просто задается каким-то соотношением вида, ну, вот как общее уравнение прямой на плоскости, на x плюс by y равняется нулю. В частности, вот такие вот палочки тут тоже прекрасным образом задаются. Вот. Ну и все остальные прямые вот такие вот. Да, и как выглядит решение этого уравнения? Поле направлений прямые, перпендикулярный радиус вектору. Решение. Значит, какие кривые параллельно, какие кривые касаются всех соответствующих точек? x квадрата или c квадрата равно а? Да, просто окружности. Окружности с центра равно 0. Решение. Вот. Ну вот мы теперь по камере понимаем, что такое решение уравнения заданного дифференциальной один-формы. И на самом деле это очень хороший пример, потому что он такой… Вот смотрите. Давайте теперь посмотрим на вот эту вот дифференциальную форму. И давайте зададим такой вопрос. А вот есть ли такая функция, у которой дифференциалом является вот эта штука? Значит, существует ли функция, допустим, h от x, y такая, что ее дифференциал есть xdx плюс ydy. Можете придумать такую функцию? x квадрат плюс y квадрат делить на 2. Да. h от x, y равняется x квадрат пополам плюс y квадрат пополам. Если посчитать ее дифференциал, то видно, что он задает ровно эту самую дифференциальную форму, с которой мы стартовали. Ну и, в общем, тут кажется, что все как-то друг с другом связано. И это нам не кажется на самом деле. Смотрите, значит, что такое дифференциал? Чего он показывает? Допустим, у меня есть какая-то функция. f от x, y. И у меня есть дифференциал этой функции, который есть, ну, там какая-то a от x, y на dx. Ну, хорошо, давайте я напишу конкретно, что здесь. Значит, df по dx на dx плюс df по dy на dy. Да, что показывает дифференциал? Какой у него смысл? Значит, если я возьму какую-то точку x, y, дифференциал показывает следующее. Насколько сильно изменится значение функции, если я из точки x, y сдвинусь, ну, вот куда-то, сдвинусь вдоль вектора v, x, v, y. Ну, мы знаем, что значение функции в точке вот в такой. Есть значение функции в точке x, y плюс значение дифференциала, посчитанного в точке x, y, u от вектора v, x, v, y, плюс u от нормы этого вектора. Да, то есть дифференциал – это такой функционал, который в каждой точке показывает, насколько сильно вы будете сдвигаться, насколько сильно будет меняться значение функции, если вы будете сдвигаться вдоль соответствующего века. Вопрос. А что тогда показывает то самое направление, то самое прямое, которое нам аннулирует дифференциал, для которого дифференциал равен нулю? Перпендикулярный вектор, ну, с касательно. Перпендикулярный чему? Перпендикулярный росту, видимо. Направление росту. Ну, да, как бы мы могли бы сказать следующее. Мы могли бы сказать, что вот бывает дифференциал – это элемент сопряженного пространства. Если у нас есть скалярное произведение, то можно рассматривать штуку, которая называется градиентом. И градиент – это то же самое, что дифференциал, ну, в том смысле, что если у вас скалярное произведение стандартное, то он записывается у него, у этого вектора. Компоненты – это те же самые частные производные. И вот этот самый градиент – это направление наискорейшего роста функции. А, соответственно, перпендикулярное ему направление – это направление, вдоль которого ничего не растет. Значения функции, ну, так, в первом приближении, они не изменяются, не увеличиваются, не уменьшаются. Вот. Ну, на самом деле, можно и безо всякого градиента тут обойтись. Просто сказать, что то направление, вдоль которого дифференциал нулевой, это как бы направление, вдоль которого в линейном приближении функция не меняется. Значение функции не меняется. Ну, и дальше, если посмотреть на картинку с линиями уровня функции, то неудивительно, что вот это направление, которое аннулирует дифференциал, что это как раз направление, касательное к линии уровня. Потому что линия уровня – это ровно та самая линия, вдоль которого значения функции не меняются. Ну, понятно, что сама по себе линия уровня, она не обязана быть прямолинейной, а вот это вот утверждение про дифференциал – это, значит, какие-то какое-то линейное утверждение. Ну, и поэтому получается не сама линия уровня, конечно, а получается просто касательная. И это такое общее утверждение, не побоюсь этого слова, теорема. Пусть функция f, допустим, от x, y дифференцируема в какой-то точке x0, y0, тогда линия уровня f от x, y равная константе, проходящая через точку x0, y0, совпадает с… Не совпадает, а имеет касательную, касается… прямой из поля направлений, из поля прямых… заданных уравнения df равняется нулю, значит, проведенную через точку x0, y0. Вот, значит, вот такая теорема. И я, честно говоря, не буду ее доказывать. Это, если вы верите в теорему о производной сложной функции, то, в общем, это некоторые упражнения доказательные. Прямое следствие теоремы не производной сложной функции, а производной неявной функции. Но мне кажется, что неформального рассуждения, которое я только что привел, в целом должно быть достаточно. Как? Верите в эту теорему? Ну, кажется, что все это было на Тони 2 в строгом виде. А, ну и отлично, еще лучше. Про дифференциальную форму там тоже было что-то сказано, или просто была сформулирована теорема о том, что касательно… касательно линии уровня, значит, как раз аннулирует дифференциал? Про дифференциальную нет, но косвенно, можно сказать, это приговорилось. Очень косвенно. Ну да, ну да, ну да, вот. Ну, хорошо, как бы так и должно быть. Этого меня порадовали, что это было на Тони 2. Вот, хорошо. Значит, ну, смотрите, то есть, что мы теперь получаем? Это вот это замечание, оно нам открывает дорогу к новому способу решения дифференциальных уравнений. А именно, у нас есть какой-то… Значит, путь такой. У нас есть какое-то дифференциальное уравнение вот такое. dy по dx равняется, допустим, f от x, y разделить на g от x, y. Дальше мы можем от этого дифференциального уравнения перейти к соответствующей дифференциальной один форме. g от x, y, dy минус f от x, y, dx. Соответственно, поле направления сохраняется, и в общем понятие решения тоже, если думать про решение, как про кривые. Дальше. Если вдруг оказалось… Значит, если вдруг найдется такая функция, путь будет f от x, y, что df равняется в нашей форме, то решение вот этого уравнения, давайте его как-нибудь обозначу, пусть это уравнение – это уравнение 2, а исходное уравнение – это уравнение 1. Значит, решения 2 задаются… Как они задаются? Линии уровня f. Да, как линии уровня f. То есть просто как… Вот такие вот штуки. Ну, а поскольку мы знаем, что решения вот этой штуки и решения вот этой штуки как кривые – это просто одно и то же, то это означает, что для того, чтобы получить решение уравнения 1, теперь просто из вот этого уравнения нам нужно выразить y через x. Или можно сказать просто, что решения уравнения 1 задаются вот этим уравнением как бы как неявной функцией. Если мы думаем про то, что вот эта штука задает неявную функцию y от x, то вот она как раз и будет решением уравнения 1. Вот. И дальше возникает два вопроса. Первый вопрос. Всякое ли уравнение такого вида может быть решено таким образом? То есть для всякой ли формы вот такого вида найдется такая функция f, чтобы ее дифференциал совпадал бы с этой формой? И второй вопрос. Допустим, нам дано такое уравнение. Как бы нам отыскать вот эту самую функцию f? Всегда ли f существует? И как ее найти? Ну, давайте сначала подумаем, всегда ли f существует. Ну, понятно, что если я могу здесь произвольным образом задавать функции f и g, ну, опять же, я всегда считаю, что они там гладкие, хорошие, в общем, с производными там все в порядке. Ну, и функцию буду искать тоже там достаточно гладкую. Значит, понятно, что если я могу здесь задавать любые функции f и g, то это все равно, что задавать любые функции здесь и здесь. То есть, фактически, наш вопрос ввелся к следующему. Если есть какая-то дифференциальная форма произвольная, обязательно ли найдется такая функция, что эта дифференциальная форма является дифференциалом этой функции? Есть ли какое-то требование на вот эти вот коэффициенты нашей дифференциальной формы, которые нужно наложить, чтобы такая функция могла существовать? Чтобы 0,5 не равнялась, наверное. Чтобы 0 не равнялась, наверное. Чтобы 0 не равнялась, окей, это правда. f и g не должны одновременно обращаться в 0. Но, по крайней мере, они не должны быть тождественными нулевыми. Но давайте сейчас считать, что, вот действительно, давайте сейчас думать про те моменты, когда у нас оба коэффициента не обнуляются. Будем рассматривать уравнение такое, без особых точек. Не обнуляются одновременно. Достаточно ли этого? Или нужно еще что-то потребовать? На самом деле, это не то, что было бы обязательным условием. Например, вот если мы вернемся к вот этому примеру, с х квадрат плюс у квадрат. Здесь же ведь есть точка, в которой наша форма становится выраженной, обнуляется. Начало координат. И, с другой стороны, у функции х квадрат плюс у квадрат пополам, вот у этой функции, в начале координат тоже нулевой дифференциал. Так что все, в общем-то, сходится. Поэтому само по себе наличие такой точки, где форма превращается в 0, оно, в общем, не противоречит тому, чтобы существовала такая функция, дифференциал которой равнялся бы нашей форме. Давайте подумаем, какие еще можно условия наложить. Значит, вот есть у нас какая-то форма а от x, y, dx плюс b от x, y, dy. И мы хотим, чтобы эта штука равнялась бы дифференциалу какой-то функции f в точке x, y. То есть, что нужно, что мы ожидаем тогда от а и b? Возможно, что-то, не знаю, как объяснить про размерности. Потому что, например, если у нас, ну вот в терминах а и b, а это какой-нибудь x, y, произведение просто, а b это один. Такого не может быть. Почему такого не может быть? Ну, если у нас в частной производной по x есть y, то, значит, в изначальной функции у нас как-то с y рядом x стоял, и поэтому там частная производная по y не может в один уйти. Да. Ну, на самом деле, это хороший пример. И самое главное, что вы сказали, это то, что вот эти вот а и b, это на самом деле не обыкакие функции, а они обязаны быть частными производными функцией f. Так дифференциал строится. Значит, а от x, y, это будет частная производная df по dx в точке x, y, а b от x, y, это будет частная производная по y. И знаете ли вы какое-нибудь соотношение между частными производными, которое обязательно должно выполняться? А, ну, можно еще одну, ну, по каждой взять еще частную производную, и они должны быть равны. Да, кто кому должен быть равен? Ну, то есть dA по dy равно dB по dx. dA по dy должно равняться dB по dx. Да, потому что они оба должны равняться вот такой штуке. Ну, а в этой штуке, как мы знаем, если функция дифференцируема, то в ней можно переставлять порядок дифференцирований. Дифференцируем сначала по одной переменной, потом по другой, или наоборот, смешанной производной. Поэтому, на самом деле, действительно, у нас есть вот такое вот условие, и как раз ваш пример с x, y и единицей этому условию не удовлетворяет. И поэтому такой функции действительно не существует. Поэтому необходимые условия на существование f – это вот ровно вот эта штука, которая объединена в рамочку. Давайте я ее еще раз напишу. dA по dy равняется dB по dx. Это должно выполняться всюду, во всех точках. Некоторая магия состоит в том, что это условий достаточно. Таким образом, у нас возникает способ решения дифференциальных уравнений. Ну, давайте я сейчас для начала на примере покажу, как он работает. И мы убедимся в том, что действительно на выполнение вот этого условия оказывается достаточно, чтобы иметь возможность найти эту функцию f большую. Давайте. Значит, мне нужно какое-нибудь уравнение. Давайте я сейчас его себе придумаю. Такой еще вопрос. Просто у нас возможно же, что смешанные производные неравны. То есть вы утверждаете, что такого быть не может, то что у нас условия не выполняются, но в то же время f существует. Сейчас. Значит, если f существует, то тогда обязательно вот это равенство выполняется. Просто это просто следует из того, что... Это необходимое, да. Это просто следует из того, что частная производная совпадает. То, что оно достаточно, это нужно доказывать. Это не бесплатно, но доказывается несложно. Но прежде чем доказывать, и, возможно, даже вместо того, чтобы доказывать, я сейчас покажу на примере, как это работает. Просто дам конкретный рецепт, как находить эту штуку. И дальше мы увидим, что это действительно работает. Давайте возьмем какое-нибудь такое уравнение. Скажем, 2ху dx плюс х квадрат dy. Допустим, у нас есть вот такое уравнение. Давайте проверим для этого уравнения выполнение нашего условия. Значит, вот эта вот штука – это наш а. Вот эта штука – это b. Значит, dа по dy – это 2х. И оно же – это db по dx. Теперь, допустим, я хочу найти эту самую функцию. Но смотрите, что я знаю. Вот если у меня есть такая функция f, для которой вот эта штука является дифференциалом, то, по крайней мере, я знаю, что df по dx, частная производная, равняется 2ху. Теперь смотрите, я знаю производную функцию f и хочу восстановить самую функцию f. Как это сделать? Умете восстановить функции по значению производной? Ну, интегрировать по x, а y – как константа какая-то. Ну да, конечно. То есть мы знаем, если смотреть на функцию f как на такое семейство функций, параметризованных y, на семейство функций от x, то понятно, что я могу просто… Здесь записано просто производной этой функции по x. Ну и давайте ее проинтегрируем. Получается такая штука, что для всякого фиксированного y0 f от x, y – это есть просто интеграл 2xy под dx. Ну, то есть получается, что это x квадрат y плюс какая-то константа. Наверное, это даже слишком простой пример получился, потому что в данном случае у нас константа оказалась… Константа у меня сейчас… Давайте я возьму какой-нибудь пример чуть-чуть посложнее, а то это какой-то непоказательный пример. Я хочу что-нибудь посложнее… Ну, собственно говоря, дальше можно уже угадать, какая будет в итоге функция. Ну, собственно говоря, она здесь уже и написана. Но это нам сильно повезло. Давайте посмотрим на пример посложнее. Давайте возьмем такую штуку. Давайте. Давайте проверим, что для этой штуки тоже необходимое условие выполняется. Значит, опять же, вот эта вот штука – это а, вот эта – это b. И, значит, производная по y – 2x плюс 3x квадрат y. Значит, что здесь получается? Получается, получается, это 3x квадрат. А с другой стороны db по dx. А db по dx, значит, нам нужно d по dx от x в кубе минус 3y в квадрате посчитать. И это будет что такое? Значит, я должен это по dx продифференцировать. Получается тоже 3x квадрат. Все вроде работает. Ну и давайте попробуем сделать то же самое, что в прошлый раз. А именно сказать, что f от x, y – это есть интеграл для любого фиксированного y. Это есть интеграл от вот этой штуки. f dx. Так, здесь тоже нужно 0 поставить. Значит, вот я это дело интегрирую. Получается, x квадрат плюс x в кубе на y 0 плюс константа. Так, правильно я проинтегрировал? Вроде похоже на правду. Теперь смотрите. Вот это вот та функция, которая нам нужна или нет? Ну, та, но на самом деле c от y зависит просто. Да. Значит, вот если бы я просто бы воспользовался вот этой вот функцией, да, считал бы, что у меня здесь y произвольный, просто подставил бы, попробовал бы найти производную по y. Я бы не получил бы вот эту штуку. Давайте проверим, что если я просто ее дифференцирую по y, x квадрат плюс x куб y плюс c, то это получается просто 3x квадрат. О, не 3x квадрат, а просто x в кубе. И эта штука не равняется того, что мне нужно, x в кубе минус 3y в квадрате. Поэтому вот здесь на этом этапе нельзя остановиться. Но можно заметить следующее. Можно заметить, что когда мы вычисляем вот этот вот интеграл, мы его вычисляем для фиксированного y 0. Это, в частности, означает, что для разных y 0 здесь может появляться разная константа. Вот это вот c может зависеть от y 0. И поэтому правильно написать вот так. И после этого, когда мы записываем вот это вот условие, что производная вот нашей функции по y равняется вот этой вот штуке, нам нужно это учитывать. И возникает уравнение на c. Ну, давайте я это напишу. Давайте я эту штуку сотру. Напишу теперь правильно. Значит, если у нас f от x, y, это есть x в кубе, x в квадрате плюс x в кубе умножить на y плюс c от y, то производная по dy от этой штуки – это x в кубе умножить на y плюс c штрих от y. И вся эта штука по нашему условию должна равняться x в кубе минус 3y в квадрате. И теперь на самом деле вот в чем состоит чудо. У нас есть уравнение на c. c – это функция, которая зависит исключительно от y, она не зависит от x. Если бы в том уравнении на c, которое у меня получилось, где-то оставался бы x, то ничего бы у меня не получилось бы сделать. Но магия состоит в том, что x чудесным образом сокращается справа и слева. И у меня остается просто уравнение на c, где в правой части стоит только y. И это уравнение опять снова решается просто интегрированием. Теперь мы просто говорим, что c от y – это и есть интеграл уже по y, под y. И это получается минус y в кубе плюс снова какая-то константа. Давайте я напишу c1. И вот эта c1 – это уже частная константа, она уже ни от чего не зависит. И, соответственно, наша функция f от x, y. Таким образом, это x квадрат плюс x куб на y минус 3y в квадрат. И теперь, если посмотреть, посчитать производную, частную производную по y, то понятно, что у нас все сойдется. Ну, не может не сойтись, потому что мы c выражали ровность того уравнения, чтобы все сошлось, чтобы частная производная равнялась бы тому, чему мы хотим. Вот. Насколько это строго? Потому что выглядит как-то не супер. Ну, смотрите, что значит строго? Значит, то, что результат правильный, проверяется дифференцированно. То, что эта штука всегда приводит к правильному результату при условии, что выполняется вот это необходимое условие, это можно просто проверить, можно просто сделать эти действия явно. Но, в принципе, здесь все строго. То есть, смотрите, чего мы сказали. Вот мы знаем про функцию f. Мы знаем про функцию f, что у нее частная производная равняется вот такой вот штуке. Ну, это означает, что f не может быть ничем, кроме вот этой штуки. Потому что, ну, просто потому что, вот реально, мы фиксируем y, и мы получаем функцию одной переменной с известным интегралом, с известной производной. Значит, интегрирование ее однозначно восстанавливает. Но восстанавливает вот единственную источность до того, что вот эта вот c может зависеть от y. После этого мы эту цешку тоже абсолютно однозначным образом находим. Тоже интегрирование. И все. Да, формально здесь можно еще добавить константу, но поскольку нас интересует линия уровня, то, ну, понятно, что добавлять константу всегда можно, это никак не повлияет на линию уровня. Вот. Но давайте я, на самом деле, докажу. Я обычно не доказываю, но давайте, если у вас возникли вопросы, давайте я докажу, что это всегда работает. Или, может быть, это лучше на семинар оставить. Да, давайте докажу. Ну, на самом деле, это доказывается путем просто применения тех же самых рассуждений в общем виде. Давайте посмотрим. Значит, вот пусть у меня есть а от x, y, dx плюс b от x, y, dy, равную нулю, и dA по dy равняется dB по dx. Давайте мы скажем, что f от x, y – это есть интеграл от x, y по dx плюс c от y. Теперь у нас есть условие, что dF по dy, значит, мы хотим вот такое вот условие проверить, равняется b. Ну, давайте, давайте проинтегрируем. Это, значит, точнее, не так. Давайте возьмем вот это вот выражение и его продифференцируем по dy. Как понять то, что изначально у нас появляется зависимость константа от y? Ну, смотрите, когда мы пишем вот такой вот интеграл, его нужно рассматривать так. Вот у меня есть для каждого фиксированного y, у меня есть функция, зависящая от x. И эту функцию я интегрирую здесь. Но при этом, как бы, после этого для каждого фиксированного y множество всевозможных интегралов, то есть множество всевозможных первообразных, оно описывается так, что это, значит, какой-то интеграл вот этой вот штуки плюс какая-то константа. Но поскольку для разных y я могу выбирать разную константу, то есть как бы, ну, давайте какой-нибудь простой пример рассмотрим. Ну, собственно говоря, можно вот вернуться к предыдущему примеру. Смотрите. Значит, я утверждаю следующее, что множество всевозможных функций, у которых производная по x равняется вот этому выражению, частная производная по x. Оно описывается таким образом. Оно описывается как множество всевозможных функций вот такого вида, где c от y – это любая функция. Ну, понятно, что какую бы я функцию здесь бы ни написал бы от y, в процессе дифференцирования по x эта функция исчезнет. Поэтому все функции такого вида, они удовлетворяют вот этому условию, что их частная производная по x равняется вот этой штуке. Если бы я здесь не написал бы вот эту зависимость от y к 0, а сделал бы вот так, то я бы таким образом сильно сузил бы множество тех функций, которые удовлетворяют вот этому соотношению. И мог бы выкинуть из них ту, которая мне нужна. Как? Стало понятнее? То есть мы можем как бы думать про то, что y у нас определяет, ну, смотри, разрез, в котором мы смотрим. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да, да. Ну, то есть, как бы, смотрите, вот, какая задача? Вот мы сейчас ставим такую задачу на первом шаге. Я хочу найти всевозможные функции, у которых частная производная по x равняется вот этой штуке. Ответ. Это всевозможные функции вот такого вида. Потому что для каждого фиксированного y это так, а с другой стороны, выбор вот этой функции, он вообще никак не влияет на производную по x. Ну что, давайте продифференцируем вот это соотношение по y. Значит, у нас здесь есть интеграл от функции двух аргументов, и здесь интегрируем по dx, а потом мы дифференцируем этот интеграл по dy. Что можно в таком случае с интегралом сделать? Хорошо. Пределы поставить. Ну, у нас здесь написано неопределенный интеграл. Нет, можно было бы его переписать через определенный интеграл, но... Ну, производную под интеграл засунуть. Да, значит, можно переоставлять дифференцирование интегрирования. Знаете такую штуку? Ну, мы использовали такую теорему несколько раз в разных курсах. Угу, угу. Вот. Ну, давайте это сделаем. Значит, можно записать, что это у нас получается вот такой вот интеграл. Значит, плюс c-штрих от y. Ну, а теперь давайте воспользуемся вот этим равенством. Получается, что это интеграл db pdx на dx плюс c-штрих от y. Теперь смотрите, что у нас получается. У нас возникает интеграл от db pdx и сам интеграл pdx. Чему этот интеграл равен? b от x, y. Плюс константа. Ну, да. Значит, у нас получается b от x, y. Опять же, плюс какая-то константа. Давайте как-нибудь обозначить c2. И при этом эта константа, она, вообще говоря, зависит тоже от y, потому что это у нас тоже интеграл такой параметрический. У нас у этого интеграла есть какой-то параметр. Вот. Ну, и получается, что вот у нас остается вот такая вот штука. То есть для того, чтобы вот это уравнение удовлетворялось, нам достаточно найти такое c, чтобы его производная равнялась бы вот тому самому c2 от y, которая вылезла в процессе вот этого интегрирования. Ну, вот как-то так это вроде бы и делается. Значит, c от y это будет какой-то интеграл. c2 от y под y. Вот. Поэтому эта штука действительно всегда срабатывает. И открывает нам новую возможность по решению дифференциальных уравнений. Теперь, если у нас есть какое-то дифференциальное уравнение, вы можете попробовать перейти к соответствующей форме, а дальше проверить, правда, лишь, что выполняется вот это условие. Необходимое, но уже достаточно условие, чтобы эта форма была бы интегрируемой. Существовала бы функция такая, что ее дифференциал просто равен этой форме. Можно вопрос? Давайте. А вот что происходит, если вот это условие не выполняется? То есть мы когда перешли к дифференциальной форме, она не является дифференциалом ни для какой функции. Можно что-то про решение сказать тогда? Ну, ничего хорошего не получится. То есть это просто означает, что когда вы будете делать вот этот вот второй шаг, у вас здесь, вот на этом шаге, у вас останутся какие-то иксы в правой части вашего уравнения. Нет, я имею в виду вообще про то, что мы давно обсуждали, то, что вот мы сводим dx по dx там равное отношение к чему-то к дифференциальной форме и подбираем функцию, которая эта форма является дифференциалом. Вот, если она подбирается, то там решение это линия уровня, как мы сказали. А если не подбирается, то говорит ли это что-то о решении? А, да, я понял. Это очень хороший вопрос. Ответ нет, ничего не говорит. Значит, давайте рассмотрим пример. Вот чуть выше я написал дифференциальную форму, вот эту вот, от которой мы легко нашли f. Мы выяснили, что f от x, y – это просто x квадрат умножить на y. Тут даже второй шаг был такой тривиальный. У нас зависимость c от y была никакой. Но давайте заметим, что вот в этой вот форме, на самом деле, эта форма, ее можно поделить на x. Можно обе компоненты поделить на x. И от этого линии уровня, от этого направления, которое у нас в результате получается, они никак не изменятся. Давайте я вернусь. Значит, 2x, как у нас там уравнение было записано? 2xy dx плюс y квадрат dy равняется нулю. Значит, f от x, y равняется… А, там было плюс x квадрат dy. x квадрат, да. Значит, f от x, y равняется x квадрат y. Теперь, если бы я хотел записать соответствующее дифференциальное уравнение, то дифференциальное уравнение выглядело бы так. dy по dx – это 2x. y разделить на x квадрат, только нужно взять со знаком минус. или это все равно, что 2y разделить на x, и тоже нужно было взять со знаком минус. Вот. Понятно, что здесь можно поделить на этот x, ну, по крайней мере, если x не нулеволь, и ничего от этого плохого не происходит. Но если бы мы теперь вернулись снова к дифференциальной форме, то мы получили бы другую форму. мы получили бы форму 2y dx плюс x dy равняется нулю. И вопрос, что эта форма такое? И является ли эта форма… Можно ли найти такую функцию, дифференциал от которой равен вот такой форме? Давайте проверим. Значит, производная по y от 2y – это 2. а производная по x от x – это единица. И они не равны. Значит, нет такой функции, для которой дифференциал – это наша форма. Вообще же есть, только не непрерывная, скорее всего. Чтобы дифференциал был именно вот этой формы – нету. Потому что если бы она была бы, то тогда бы вот это условие должно было бы выполняться. Я не говорю, что у исходного уравнения нет решения. У исходного уравнения решение есть. Вот в смысле вот у этого уравнения. Но функции, которая была бы… для которой дифференциал равен этой штуке, такой функции нет. Но зато есть функция, у которой дифференциал – вот такая вот штука. А вот эти два уравнения, на самом деле, если посмотреть на вот эти две формы, то они отличаются друг от друга, ну понятно, просто умножением на x. Понятно, что если я форму умножаю на какую-то величину, то от этого поле направления не меняется. Ну так, не нулевую, допустим, величину. Поэтому с точки зрения геометрии, геометрия, которая задается вот этим уравнением, такая же, как геометрия, которая задается вот этим уравнением. Но при этом у нас есть аналитическое препятствие к тому, чтобы вот здесь вот нашлось бы решение и нашлось бы решение вот в том виде, в котором мы его ищем. Вот, то есть что это означает? Во-первых, это означает, что бывают такие формы, которые сами по себе не интегрируемы, у которых нету функции такая, чтобы ее дифференциал был бы этой формой. Но если вот эту форму домножить на некоторую функцию, в данном случае на функцию x, то тогда дифференциал, то тогда соответствующая функция вдруг возникает. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, никакого утверждения про саму по себе геометрию, про форму кривых, то есть, иными словами, про решение соответствующего дифференциального уравнения, из того факта, что мы не смогли найти функцию, из того факта, что эти вот условия не выполняются, сделать нельзя, потому что домножим это дело на какую-то функцию, у нас геометрия сохранится, а вот это условие вдруг начнет выполняться, и функция в большой найдется. Более того, верно следующее утверждение. Значит, пусть у нас есть такая вот форма ax, y, dx плюс b от x, y, dy равняется нулю, и b от x0, y0 не обнуляются одновременно. То есть, у нас взята какая-то конкретная точка, и я знаю, что вот в этой точке эта форма не вырождена. Ну, тогда она и в близких точках тоже не вырождена. То есть, оба коэффициента не зануляются одновременно. Тогда в окрестностях точки x0, y0 существует функция i от x, y такая, что если я домножу мою форму на эту функцию, значит, опять же, понятно, что вот это домножение на функцию, оно не поменяет мне никаких направлений. Но вот такая вот штука уже будет интегрируема. Значит, про соответствующие уравнения говорят, что это, значит, вот если соответствующая форма интегрируема, то тогда соответствующее уравнение называется уравнение в полном дифференциалах. Ну, интегрируем именно в смысле, что найдется в функции, в которой дифференциал равен этой форме. Значит, вот эта теорема, она говорит, что любую такую форму можно домножить на подходящую функцию i, так, чтобы то, что у нас в результате получилось, было бы интегрируемым. И уравнение превратилось бы в уравнение в полном дифференциалах. Значит, i в этом случае называется интегрирующим множителем. Вот. Ну, с одной стороны, это хорошая теорема. Она говорит, что, на самом деле, в некотором смысле, любое уравнение это уравнение в полном дифференциалах только умножить его на подходящую функцию. С другой стороны, эта теорема довольно бесполезная, потому что никакого толку с нее нет, такого непосредственного. А именно, нет никакого хорошего способа отыскать эти самые интегрирующие множители. На эту тему есть какое-то количество приемов. Если вы видите конкретное уравнение, то вы можете там поманипулировать со всякими дифференциальщиками и интегрирующие множители отыскать. Но я, честно говоря, не сильно большой любитель этого дела. Но есть такой тип упражнений. Найти интегрирующие множители и решить уравнение. Есть ли еще вопросы про уравнение в полном дифференциалах? Хорошо. Давайте я тогда в оставшиеся у меня 7 минут начну новую тему. А именно поговорю про первые интегралы. Это связанная тема, но тут важно не путать разные понятия. До сих пор, когда мы говорили про уравнение в полном дифференциалах, мы всегда жили на плоскости в пространстве x, y и рассматривали неавтономные уравнения типа dy под dx равняется какая-то функция от x, y. Сейчас мы возвращаемся к истории про дифференциальные уравнения произвольного порядка. И они должны быть у нас сейчас автономными. рассмотрим автономные уравнения. x точка равняется v от x x от t лежит vrn. Значит, определение. Функция h от x. Значит, h – это отображение из rn vr. Мне нужно, чтобы h была бы непрерывна, как минимум, и не была бы тождественной константой. Значит, вот такая функция h называется первым интегралом вот этого уравнения. Не помню, какой у него номер, пусть будет 4. Если для всякого решения x равняется φ от t уравнение 4, существует такая константа c, что для всех моментов времени t h от φ от t равняется c. То есть, иными словами, первый интеграл – это такая функция на фазовом пространстве, которая не меняется вдоль фазовых кривых, которая не меняется, если мы подставляем в эту функцию какое-то решение. Ну, давайте пример. Давайте воспользуемся уже знакомым нам уравнением гармонического осциллятора. Вот такое уравнение. Какой у него первый интеграл? Ну, тут полезно вспомнить, как выглядят фазовые кривые. Помните, как выглядят фазовые кривые? Окружности. Да, и вот мне теперь нужна какая-нибудь функция, которая обладает таким свойством. Значит, что вот если я стартую в какой-нибудь точке моего фазового пространства и рассматриваю решение, которое проходит через эту точку, то значение этой функции должно быть постоянно вдоль этого решения. То есть я разный момент времени это сюда подставляю. Вот в этой точке, вот в этой точке, вот в этой точке. Во всех этих точках значение моей функции должно быть одинаковым для одной фазовой кривой. Какая функция подходит? x квадрат плюс y квадрат. Да, x квадрат плюс y квадрат чудесно образом подходит. Ну, и понятно, на самом деле, что не только x квадрат плюс y квадрат подходит. Допустим, я могу умножить эту штуку на любую константу. Или не обязательно даже умножить на константу. Я могу, например, ну вот скажем, h от x, y, который есть синус от x квадрат плюс y квадрат, тоже подходит. Понятно, что я могу навешивать любую функцию внешнюю, и все равно от этого вот условия не сломается. Но, по крайней мере, мы понимаем, что у нас есть такая функция. Ну, как можно по-другому вот это условие записать? Можно сказать, что фазовые кривые обязаны лежать на линиях уровня этой функции. Давайте еще один пример разберем. То, что у нас все. Осциллятор, да, осциллятор. Ну, допустим, такая функция. x точка равняется x, y точка равняется минус y. Тоже найти первый интеграл. Хорошо. Значит, опять же, полезно вспомнить, как выглядят фазовые кривые. Значит, если у нас x точка равняется x, то у нас вот в эту сторону происходит убегание от начала координат, а в эту сторону, наоборот, приближение. Какая-то вот такая вот. Значит, векторное поле как-то вот так вот устроено, ну, а здесь оно какое-то вот такое. Гипербол, возможно. Да, ну, на самом деле, если просто решить эти два уравнения, то получается, что x от t, это есть x0 e в степени t, y от t есть y0 на e в степени минус t. И что будет первым интегралом? Какая функция? x, y. x, y. Да, видно, что если я подставлю сюда в качестве решения, подставлю наше решение, ну, если я подставлю в h наше решение, то получается вот такая вот штука. Экспоненты чудесным образом сокращаются и остается величина, которая вообще не зависит от времени. Ну, и это как раз соответствует тому, что фазовыми кривыми являются гиперболы, которые являются линиями уровня функции x, y. Вот. Ну, здесь понятно, что тут в какой-то мере может возникнуть такая путаница в голове, потому что какие-то очень похожие понятия, очень похожие картинки. Когда мы жили вот в этой вот части лекции, у нас здесь тоже возникали какие-то функции, вот эта вот функция f большая, которая обладала таким свойством, что ее линии уровня соответствовали решениям нашего уравнения. Но здесь было неавтономное уравнение, и ее линии уровня соответствовали интегральным кривам этого неавтономного уравнения. И всю вот эту вот картинку ее можно было нарисовать только на плоскости, потому что ну, потому что только на плоскости можно легко перейти от уравнения к дифференциальной форме. Вот эта вот история про первые интегралы, про которые я сейчас говорил, это немножко другая история, а именно она касается, ну, понятно, картинки я рисовал только в двумерном пространстве, но в принципе это штука, которая, вот определение, которое я дал, оно совершенно никак не зависит от размерности. Ну, давайте последний пример, совсем короткий. Давайте посмотрим на такое уравнение. x с точкой равняется x квадрат плюс y квадрат, y с точкой равняется 2x y z с точкой равняется нулю. Можете придумать мне первый интеграл вот такой функции, вот для такого уравнения. Значит, это функция от x y z, которая должна быть постоянной с течением времени. что-то такое, что не меняется в течение времени. не скиньте идеи. Давайте, чтобы было проще, я добавлю сюда синус от x квадрат умножить на e в степени y, а сюда, а вот эту вот штуку умножу на арксинус от арксинус от ну пусть будет x квадрат плюс y квадрат. Окей, можно z просто. Да, совершенно верно. Смысл этого упрощения состоял в том, что вот сюда смотреть не надо. действительно, просто функция от x y z, которая просто возвращает z, безусловно, является первым интегралом для этой системы, ну, потому что ровно третье уравнение этой системы говорит, что z не должно меняться в течение времени. Вот. Хорошо. Ну, вот все, что я хотел сегодня рассказать. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Про первый интеграл мы будем еще говорить в следующий раз. Пока что я только ввел соответствующее понятие, может быть, всем понятно, зачем оно нужно. Но я скажу, что, во-первых, первый интеграл довольно часто позволяет нарисовать фазовые кривые, и после этого, если вы каким-то образом нашли первый интеграл, то вы знаете, как выглядят фазовые кривые ваше уравнение, если вы работаете в размерности 2. и дальше это сильно упрощает МАМ-анализ. С другой стороны, первые интегралы важны с глобальной точки зрения, потому что они символизируют некоторые законы сохранения, что какие-то величины не меняются в течение времени. Это важно в механике, но это важно не только в механике, оказывается, что это довольно универсальная штука. Ну, вот. Окей. Ну, если вопросов нет, тогда все на сегодня. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. .